Ну и что, вот такой вот Bluetooth вариант мышки G10 или G10s, ну в общем-то она BLE 5.0, как они называют, вот BLE 5.0 Remote Mouse на канале Технозон. Поехали, ребят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас размещена вот там, где есть центральная кнопка, там, где был микрофон. То есть здесь у нас сейчас домик. Набор кнопок абсолютно стандартный, то есть мышь прекраснейшая вообще по качеству исполнения. Но, опять же, остались те же моменты по укладке его на стол, когда она раскачивается, и у нас сзади, грубо говоря, вот, вернее, и у нас вот этот курсор мыши дрожит. Поэтому приходится его уложить вот так вот на стол или класть, как там, правильно, не знаю, говорится, не русский я человек. Короче, что у нас здесь есть? Есть у нас здесь кнопка включения-выключения программируемая под инфракрасник. Есть у нас мультимедийная кнопка play-pause, есть кнопка мыши. Хотя есть под микрофон у нас отверстие, то микрофона здесь, конечно же, нет. Есть навигационное кольцо, есть кнопка назад, кнопка субменю, volume up, volume down, page up, page down, и есть у нас кнопка delete, выключить звук и домик. В целом, dongle здесь нет, работает от двух батареек 3A формата, сейчас мы их как раз вставим. Проверять мы это все будем на Android TV прошивке на Mikuli M8s Max, работает он, вот, моргает красным, не знаю, что это значит, может быть, нет сопряжения по Bluetooth. Ссылки на эту мышь лежат в описании под видео, цена не такая уж и большая, но сейчас мы будем с вами экспериментировать, насколько она нам вообще подходит для Android TV платформы, да и вообще, как мышь, нужна ли она нам или нет. В общем, переходим на TV Box, подписываемся, нажимаем колокольчик, участвуем в акциях, ссылки на очередные условия лежат в описании под видео. Ну, сейчас я говорю вам хавабанга, ребята, это же бубль-гон, поехали. Так, 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 мы с вами на нашем TV Box, идем в настройки. Пульты, аксессуары подключаем, перед тем, как подключить, будем читать инструкцию, все-таки интересно, как его подключить. Что у нас может наша мышь? Это инструкция на английском языке, как его спарить или подсоединить, нам нужно зажать OK плюс Return, OK плюс возврат, то есть это кнопка назад, и после этого у нас оно должно появиться в меню Bluetooth. Хорошо. Что у нас еще можно программировать? Программировать у нас можно кнопку включения-выключения, таким вот образом мы зажимаем кнопку включения-выключения, держим ее, у нас начинает моргать светодиод. А, все, он загорелся постоянным, подносим к нему пульт какой-нибудь, и вот, допустим, мы запрограммируем пульт нашего кондиционера, и нажимаем инфракрасную кнопку проморгала и погасла. Все, у нас теперь запрограммирована кнопка включения-выключения на кнопку включения кондиционера. Блин, зачем мы это сделали? Ну да ладно, здесь можно, кстати, еще и сбросить. Сбросить это все можно. OK плюс Default. Кстати, после того, как вы запрограммировали, нужно нажать кнопку Play-Pause для того, чтобы выйти из режима программирования. Хорошо, все, давайте его соединять уже. Нажимаем добавить Bluetooth-устройство, нажимаем OK, что у нас там, плюс назад. О, BLE Remote очень быстро появился. Давай, подключайся. Подключено. Отлично, хорошо. О, мышь у нас сразу заработала. Мышку, я так понимаю, можно регулировать. OK плюс Volume Down, Volume Up. Давайте, OK, Volume Up. О, она начала быстро бегать. OK, Volume Down, она начала медленнее бегать. Удобно, работает. Хорошо, мышь пока отключим. По навигационным кнопкам. Вниз, вверх, право, лево у нас работает. Само собой, кнопка OK работает, кнопка назад работает, кнопка Volume Up, Volume Down работает. Слушайте, это подходит для тех, кто хочет Bluetooth-мышь, но у меня есть один вот вопрос. Что будет, когда я выключаю приставку, а не отправляю ее в сон? Потеряет ли мышь Bluetooth-соединение? Нужно будет ли ее постоянно включать? Bluetooth будет в ней постоянно, насколько тогда будет хватать батареек? В общем-то, мышь пока что неоднозначная, она неплоха, то есть она работает. Давайте кнопки субменю пошли проверять. Заходим в файл браузер, нажимаем, а у нас здесь нет субменю поддержки. Зайдем в Chrome, у нас там есть поддержка субменю. Вот, кстати, здесь и мышь пригодится нам. Давайте нажимаем продолжить. Нажимаем субменю. Субменю у нас работает. Нажимаем назад. Page Up. А вот Page Up, Page Down почему-то не хочет. Вот, действительно, она должна здесь срабатывать. Хорошо, давайте попробуем, возможно, открыть какую-то страницу побольше. Я имею в виду в Chrome. Должно по поиску выдать какую-нибудь страницу. Давай, запускайся, Chrome. И здесь уже попробуем Page Up. Вот, заработал. Он отрабатывает на страницах. Это фича самого Chrome. Хорошо, заработало. Ладно, Page Up, Page Down работает. Кнопка Delete. Сейчас мы зайдем на какой-нибудь адрес. Давайте попечатаем что-нибудь. И кнопочкой Delete удалим. Это работает. И включение-выключение звука работает. Хорошо. С этим у нас все понятно. Тут у нас пульт абсолютно рабочий. Единственный вариант проверить наличие голоса в этом пульте. Если он, потому что вот кнопочки, вернее дырочки микрофона меня смущают. Это в YouTube попробовать нашать на голосовой поиск. И потом уже от этого думать, нам необходимо ли поднимать какой-нибудь Button Remaper или нет. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет, здесь микрофона все-таки нет. И вот мне хотя и просили попробовать. Говорю сразу всем. Микрофона нет. Все. Можно выходить и не морочить себе голову. Запрос не распознан, поэтому через Bluetooth. Еще один момент мы должны с вами выяснить. Выключение-включение. То есть, либо нам придется программировать на включение приставку, либо она может через Bluetooth включать. Но при этом нам необходимо понимать, сможем ли мы ее отправить в сон. Давайте в Droid Settings зайдем. У нас есть PowerKit Definition. И мы вот оно в Suspend. Suspend у нас должно отправляться. Давайте нажимаем выключить. Вот. Вот если в Suspend его в сон отправлять, насмотря на сколько глубокий сон, то кнопка у нас срабатывает обратно на включение. Ну, как бы мы это только что проэкспериментировали. Но я не могу гарантировать, что это будет на всех TV-боксах так работать. Я не могу гарантировать, что это будет работать одинаково даже на одних и тех же Xiaomi Mi Box 3 и S. Поэтому вот вариант для тех, у кого, допустим, не будет из Suspend работать кнопка включения-выключения, то это программировать инфракрасную кнопку на включение телевизора, либо приставки, и через цик завязывать, чтобы управлять одним пультом. В целом, готов пройти прорезюмировать, ну, достаточно такой себе неоднозначный пульт. Короче, ребят, для тех, кто искал Bluetooth пульт и без привязки голоса, то мы действительно можем это рекомендовать. В других случаях я не вижу смысла вообще переходить на Bluetooth, и очень неплохо живут такие пульты, как G20S, G50, G10S Pro или плюс, как он там, нет, Pro, который светится, на донглах при наличии дополнительных USB-устройств. И плюс вариант включения здесь остается точно так же неоднозначен, как и на приставках, которые будут работать с ним с донглами. То есть вам придется либо программировать, либо отправлять ее в сон, и будет ли она во сне поддерживать Bluetooth соединение. Я не могу протестировать на всех приставках, поэтому я оговариваю это для вас сразу. В целом, вы уже поняли, мы ее рекомендуем для тех, кто хочет Bluetooth пульт без голоса. Вот хотелось, да, то есть, да, он качественный, он работает, он отрабатывает все свои функции. И не рекомендуем тем, кто хочет нечто подобное G10S с голосом. И плюс, чтобы со всеми 100% совместимы, мы не уверены, что он совместим со всеми TV-боксами на 100%. Поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл. И вот такой вот пульт BLE 5.0 на канале Технозон. Пока, ребят. Продолжение следует...